Всем привет! Вышла новая игрулька у нас в PlayMarket. Да, он выслится. Только что провел я стрим, но кому, конечно, будет не очень удобно смотреть там полчаса где-то. Поэтому сейчас будет небольшой кратенький обзорчик на данную игрушечку. Погнали! Ссылка на игру будет в описании. То есть переходим, скачиваем, вместе поиграем. Сразу скажу, что тут нет автобоя. То есть даже если нам дают квест на убийство мобов, нас просто приводят туда, где находятся эти мобы. А дальше мы уже начинаем сами разруливать их. Довольно миленькая, анимешненькая такая графика. И, кстати, озвучка тоже анимешная. Ну, как анимешненькая, там, японский, китайский, не знаю, корейский язык какой-то из них. Здесь у нас уклонение, можно прыгать. В общем, тут survival, сопряженный с MMORPG. То есть мы вот нашли трупик. Мы переключаемся на ножичек и начинаем вскрывать его. Блин, зря мы столько убили, да? Неоправданное насилие. То есть нам достаточно было убить всего лишь одного. Единственное, что авто это вот по сбору. Когда мы выбираем определенный, там, либо топор, либо кирку. Сейчас нож вижу, он начинает его резать. То есть не обязательно подходить. Называется резать, он сам подходит и сам вскрывает. Путешествуем по миру, выполняем квесты. Даже некоторые автоквестинг нифига не прокатывает. То есть надо читать сам квест, пользоваться картой. И идти, чтобы его выполнить. То есть тут все как ты любишь, все по хардкору. Обучалышку я уже прошел. И это как бы уже где-то самый мир. Да тут деревня, игроки бегают. Кто-то уже получил питомца, я еще не получил. Постоянно мы тут... Кстати, тут в NPC есть Николай. Пока что русскоязычных игроков я не нашел. Кто-то даже уже в гильдии намутился. Капец, игра вообще вышла, наверное, по-моему, час назад только. Ну, по крайней мере, она стала доступна для России. Для региона России в плей-маркете. Маньяк Бэй. Маньяк Рэй. Да, игрушка на английском. Но, в принципе, это особых проблем не достает. Даже, в принципе, на квестиках можно разобраться. А нет, зачем? Не будем. Все, хватит бессмысленного насилия. Я тут на стриме, когда пропала Дашка. Ну, надо было просто найти мост. А я пошел и убил несчастных ящеров. Ни за что. Как говорится, перо в печень никто не вечен. Много тут игроков бегает. Кто-то уже смал. Я тоже хочу пита. Дайте мне пита. Кто мне даст пита? Николай даст мне пита? Нет, Николай мне не... Или даст. Так же у нас тут есть способности. Вот внизу у нас различные орудия для добывания. То есть топор, кирка, нож и серп. Серб для ягодок, топор для дерева, кирка для камня и ножик, чтобы вскрывать незащищенные брюшки убитых животных. На самом деле игра клевая. Не знаю, кому-то может быть не зайти графика, но пока графика, конечно, немножко мультяшная и не уровня 2019 года. Но обещает нам компенсировать графику охренительными механиками. Ну, крайне, мне механика уже нравится. Там всякая добыча, переключение на оружие для боя. Это что такое? Это как покебол. Чух! Я ловлю тебя, покемон! Пикачу, выбираю тебя. Но это Армадиакс. Будет, значит, Армадиакс. О, божечки, мне дали пита. Да? Николай тоже радуется за меня. Ох ты ж, пакт у нас появился. Скилл питомца. У нас появился питомец. Но мы можем, наверное, ловить еще кого-нибудь. Это интересно. То есть это survival с MMORPG. Мы не только вживаем в мире, но и прокачиваем свой персонаж. Задеваем свой персонаж. Охота на больших боссов, которых не убить в одиночку. Соответственно, она будет объединяться в команду. Четыре класса есть. Файтер, лучник, танцовщица и маг. Ну, я выбрал танцовщицу. Атакуем мы с веером. Есть у нас скиллы. Спасы. Ну, как много этих арта. Ах, это хрена. И что нам нужно? Что придется их убивать? Ах, смотри-ка, питомец. О, у нас появился скилл от питомца. Чик-чик говорит, иди сюда. Я сейчас приду. Ты охренеешь. Сейчас добьем этого кренделя. Ух ты. Вот я только просмотрел, кто уклонился. Сказать, мы тоже можем уклоняться. Поэтому, скорее всего, это намек на ПВП. Конфирм. Придьте кали. Кстати, в Драгонессе тоже есть кали. Может быть, это она? Ладно, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Ачивки всякие. Все мы забираем. Клейм. Эксплорер. Клейм. Пецы. Так, ладно. Ачивки. Так, есть у нас свой остров. Соше. Сошел. Так, мэл. Так, можно клейм ол. Нам тут дали ништяки. Ништяки. Прям мясо. Еда. Еще какая-то штука. Интересно, а у нас какой рюкзачок? Так, погоди-ка, 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 погоди-ка. Нам что, дадут питомцы? Нам можно взять пит... Прикольно, прикольно. Хочу. Хочу. Вроде все забрали мы, да? Так, это наш шундучок. И шундучок, кстати, относительно вместительный. Неплохо. Хочу, хочу питя. На семь дней нам дали питаж, чтобы можно было на нем ездить. А что здесь на плюсик можно? Angry. Тут что, есть эмоции? Ох ты, прикольненько. Прикольно. Есть социальная какая-то шняшка. Так, к кумаму... Что здесь делает этот недопедобир? Понятненько. Донатик у нас тоже тут присутствует. Ну, в принципе, как-то так. Материал, это на все одето. Кстати, сейчас посмотрим, есть ли тут... Есть. То есть, иногда у нас оружие и шмотки будут портиться, и нам надо будет их крафтить и делать новенькие. В общем, такая интересная, прикольная игрушка. Приблизить не могу я. Можно только покрутить. Возможно, есть какие-то настройки. А, нет, это можно просто приблизить и делать фоточки. Да, такие зик-зик-зик-зик. Приколюшно. А если обратно, то сразу обратно возвращается. Ну, кстати, нормально. Не будет таких диких перелагов. Так, что у нас еще есть тут? Куманони. Опа. Кстати, дохли на монетах, да, и нам будет посмотреть, что из них можно реализовать. А это что делает нам? Open, 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 open use. Возможно, можно будет еще как-то прокачивать свой остров, потому что у нас тут есть свой остров. Мы его вводили. E-mail. Потом я введу свой e-mail. Всякие много шняжечек мы поняли. В общем, прикольная игруха. Нет, автобоя. То есть, все, рулим сами, как ты любишь. То есть, все зависит только от тебя самого. Какой-то прикольный типчик. Можно добывать, рубить, всаживать нож. Милые пузики побежденных животных. Доставать оттуда мяско. Готовить еду. Также здесь можно тушить всякие пожарчики, добывать различные водички. Искать плов и прочее. То есть, очень много всяких возможностей. Также можно ходить по миру, убивать животных. Что-то дропать с них. Скорее всего, можно будет с них дропать вещи для крафта нового шмота. В общем, игруха вышла сегодня. Ну, я считаю, что за нее можно потопить. Минусы может графика. Ну, а кому-то графика изойдет. Я, как человек, не особо придирчивой графики. Для меня больше, наверное, более важную вещь играет геймплей. Механики. То есть, чтобы было интересно играть, а не тапать там. Ходи туда, убей пять мобов. И пошел вообще чай себе сделал. Бутики тут пришел. Опа, сотка. Сотый левел. Спасибо, игра. Не за что. В общем, всем спасибо за просмотр. Ссылочка будет в описании. Приходите, скачивайте. Пишите комментарии. Жмите на саны колокола. Пальчонки вверх. Если тебе понравилось это видео. Все. Также я оставлю ссылочку на свой инстаграмчик. Подписывайтесь. То есть, там тоже бывают всякие интересные картинки. По Варкрафту. Хожу по городу. Всякие шняшки снимаю. В общем, бывает интересно. В общем, всем спасибо за просмотр. Буду рад вас видеть на своем канале. Ждите завтра обзор на Драгонесс. Там будет очень много клевых штучек. Потому что завтра будет годная обнова. Прям очень годная. Наверное, будет очередная рубрика у нас Бомжи Гайда. Потому что там будут всякие усиления, зачарования и прочее. Будем вместе с вами закрывать их. И поднимать свой БМчик. В общем, всем до скорого. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...